Ну что, друзья, сегодня у нас по плану очередное скоростное разоблачение российских фейков. Как обычно, будем с улыбкой загонять россиян под информационную шконку, где им самое место. Тем более эти альтернативно одаренные опять пробивали дно. Впрочем, давайте уже переходить от слов к делу. Итак, хунта Узурпа Таразеленского, чего и следовало ожидать, старательно открещивается от варварского теракта на пляже Учкуевки, где причиной трагедии, по версии инфопомоек, стала вовсе не американская баллистическая ракета АТАК МС, а российская противоракета. Все вы, наверное, помните недавнюю историю в Севастополе, где умные бояре решили, что деньги от продажи пиваса и мороженого куда важнее жизни глубинного народа. А потому во время войны пляж прямо рядом с воинской частью никто не закрывал. Соответственно, одна из сбитых ракет шлепнулась в воду в непосредственной близости от пляжа, а от осколков пострадали мирные жители. Погибло двое детей, двое взрослых. 153 человека получили ранения. Казалось бы, что тут вообще обсуждать, все ясно как божий день. Но прикол в том, что людоеды с федеральных каналов никогда не упускают возможности станцевать на костях даже своих соотечественников. Короче говоря, спустя несколько дней после прилета убогим спустили темник, якобы украинцы специально ударили по пляжу. Так вот такого еще не было. Такого цинизма, воскресный православный праздник ударить по городу русских моряков, по отдыхающим у моря семьям, с откровенным расчетом на жертвы среди мирных горожан и откровенным расчетом на убийство детей. В 14-м году Киев отключил Крыму электричество и перестал подавать воду. Теперь им нужно испугать туристов и оставить крымчан без денег. То есть, по их логике, украинцы потратили дорогущую баллистическую ракету, чтобы сорвать курортный сезон. Удар был нанесен специально по пляжу, потому что это был теракт. Они еще выбрали там, как бы, скажем, выходной день, чтобы людей было как можно больше в это время. Они выбрали курортный сезон. Там такие вещи, как там сорвать курортный сезон, запугать людей, ну это абсолютно понятно. Они не просто запугать хотели, они хотели убить людей. Убить людей, чтобы люди умылись в крови. Сказать, что это просто бред додиков, злоупотребляющих боярка, это ничего не сказать. Как минимум потому, что если бы Украина собиралась сорвать курортный сезон, то прилетело бы не в Севастополь, где ПВО просто под бубен, а, например, в Ялту или в Форос. И даже одного атаком сохватило бы, чтобы счет жертв шел на сотни, если не тысячи. Это даже российские военкоры признают. По Севастополю, думаю, били по аэродрому. Атакамс применяется либо по аэродромам с техникой, либо по базированию систем ПВО С-300 или С-400. Думаю, ракету сбили или отработало нештатно. Если бы боевая часть штатно раскрылась над пляжем, там были бы сотни погибших. Атакамс – страшная вещь. Кроме того, есть еще один суперважный момент. В своих набросах тот же канал РЕН-ТВ ссылается на неких анонимных экспертов. Мы поговорили с экспертами, и вот что они нам сказали. Ракеты Атакамс запускают парами. Если первую ракету собьют, то вторая должна попасть. Правда, наши уже научились сбивать и эти пары. Но в тот день, как говорят нам эксперты, по Крыму было запущено не только две такие пары, но еще и пятая ракета – кассетная. И вот она летела именно на пляж. Но удивительным образом не замечает заявление родимого Министерства обороны. А мы замечаем все, поэтому давайте вместе его почитаем. В ходе отражения террористической атаки дежурными средствами ПВО четыре американских ракеты Атакамс были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города. То есть Альфа-Чмони признают, никто не бил по пляжу целенаправленно. Ракета, цитата, изменила траекторию полета после воздействия ПВО. Получается, российская пропаганда настолько убогая, что ее можно даже творчеством Канашенкова, ну или кто там сейчас сводки пишет, разоблачать. Пятая ракета, кассетная, и вот она летела именно на пляж. Кстати, многие российские эксперты, в том числе и с учетом позиций Министерства обороны, призвали арестовать как Чмонь из расчета С-400, так и командование ПВО на данном направлении. Мол, это именно их халатность и непрофессионализм привели к гибели отдыхающих. Если бы Атакамс сбили бы, условно говоря, в 20-30 километрах от побережья, то эти осколки на пляж бы не долетели и не убили мирных граждан, которые отдыхали. Это провал. Это провал. И за это провал надо спрашивать с наших военачальников, и с тех людей, которые отвечают за оборонно-промышленный комплекс. Как говорится, шах и мат могут начинать обтекать. А ежели кто вдруг не согласен со сводками Минобороны, тот запросто может из-за дискредитации армии в каталажку заехать. Это мы сейчас обо вот этом вот жалком говорим. Сейчас он попытается слова Альфа Чмонь в свою пользу истолковать. Прицепились к одной из фраз в комментарии оборудованного ведомства. Намек понятен, мол, именно работа ПВО привела к гибели и ранениям множества людей, а в противном случае никто бы не пострадал. Но шаткость столь циничных рассуждений очевидна и подтверждается другим заявлением Министерства обороны о том, что удар преднамеренно наносился в сторону скопления мирных жителей. Божечки, какое же дно. Да уж хотя бы перед эфирами секс в глаза не практиковал бы. Ведь да, украинская армия целенаправленно била по Севастополю, этого никто не отрицает. Но била по военным объектам, а про пляж в сводке российского Министерства обороны не было ни слова. Сегодня в 12.15 совершен преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами «Атаканс». Уж сколько раз мы говорили, что перед тем, как врать, поговорили бы между собой, договорились, но чтоб так не подставляться. А мы тем временем движемся дальше, из Севастополя перенесемся в Одессу, где у россиян случилась прям великая победа. Якобы поражен склад боекомплекта в одном из гипермаркетов. Удар по ракетному складу в Одессе. Вторичная детонация памперсов. В качестве доказательства додики приводят вот это видео с очевидными бабахами. Как утверждали фейкометы, там был поражен ничем не примечательный продуктовый склад. Благо, вопреки жесткой цензуре, в соцсетях сразу появились весьма красноречивые видео. И это у них называется вторичной детонацией. Это, в общем-то, один из рядовых таких ударов, которые мы уже видели много. Ну и очевидно, что на видео есть детонация. Судя по вторичной детонации, ударили куда надо. По нашим данным, там был склад натовских ракет. То есть эта история, ну просто копия Харьковского эпицентра. Там фейкометы тоже первые два часа страшно гордились хлопками, пока им резонно не намекнули, что любая реальная детонация БК сопровождается разлетом осколков. А в Харькове корреспонденты прямо у горящего здания ходили, и хоть бы что. В случае с Одессой мы также видим в кадре деда, который спокойно стоит буквально в 20 метрах от пожарища. А знаете почему? Да потому что условные банки с краской при взрыве дают звук, а осколков нет. И чтоб все понимали, о чём речь, мы вам сейчас реальный прилёт в склад БК покажем. Дело было в оккупированном России красном луче. Пойду обратно, м***ь. Вону его, вот, м***ь. М***ь. Там после детонации взрывная волна была такой силы, что снесла реально пол района. А упыри, находившиеся рядом со складом, не то что лицом не торговали, а перебежками двигались к подвалу. М***ь. 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 То есть, когда реально детонирует боекомплект, даже в укрытии не получается себя чувствовать в полной безопасности, упыри в красном луче тогда совсем приуныли. Ну и, наконец, рубрика на погоны. Если бы в Одессе реально прилетела в БК, то вся округа на следующий день выглядела бы вот так. Там ходить нормально сложно, чтобы не наступить на осколок. Ну а фуйкометом мы сейчас покажем остатки того самого БК. Все-таки кое-что в пожаре-то уцелело. Будем в следующий раз горох в пушки закладывать и залп производить, чтобы от их пустых голов отскакивало. Впрочем, тактика кремлевских дотиков ясна как божий день. Если побед нет, то их нужно придумать. Причем в отдельных случаях доходит до смешного. Готовьтесь, друзья, сейчас мега-зрада будет. Полундра. Рука Кремля дотянулась до украинского оператора мобильной связи. Короче, украинский бизнес, якобы услышав, ну, например, вот такие призывы скрипоносцев. Нам надо все больше и больше обращаться к Украине и к его простому народу, потому что другого не дано. Сейчас я предлагаю к этому народу обратиться, организовать вооруженную борьбу у себя в стране, свергнуть эту клику и спокойненько двигаться вместе с нами. И понимая, только сейчас чур не ржите, неизбежность победы России принялся переобуваться. Да о чем вообще говорить, если один из топовых мобильных операторов специально для Z-патриотов вон какой красивый стартовый пакет выпустил. И россияне, судя по комментариям, реально верят, что так и было. Более того, порхают над люстрами от счастья. Друзья, хорошие новости. Ха-хаду порвануло. Вай-вай, не видать перемоги. А мы вам пока покажем и расскажем, что это за стартовый пакет такой. И начнем с главного. Не, это не фотошоп. У Киевстара действительно был пакет с Z-кой, вот только выпустили его не сейчас, а в далеком 2018 году. Что легко доказать. Региональное предложение от Киевстар, получившее кодовое название Z-тариф, явно направлено произвести фурор на рынке мобильной связи Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Сама буква Z ничего общего с расистами не имела. Фокус в том, что тот самый стартовый пакет был рассчитан на жителей западных регионов Украины. Соответственно, Z по задумке обозначала Запад. Ну и, наконец, самое сладкое. Тариф, от которого так перевозбудились скрипоносцы, был закрыт еще в 2020 году, о чем также сообщалось. Какие тарифные планы закрывает Киевстар? Z-тариф 2018. А потому влажные фантазии с переобуванием бизнеса так и остались влажными фантазиями. Ну, хоть глубинный народ на пустом месте взбодрили, собственно, за это додикам-то и платят. Ну а мы в который раз отметим, что одна, даже самая маленькая, но реальная победа стоит дороже тысячи выдуманных. Поэтому давайте оставим россиянам фронт фантазии и сосредоточимся на помощи нашей армии, которая приближает победу реальную. Все будет Украина, друзья. Больше восьми лет. Они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!